Лим Бискет взорвали Алматы. Это был заключительный концерт в рамках мирового турной группы. Четыре тысячи человек собрались на арене, чтобы оторваться от души. А ведь шоу чуть было не отменили. Что происходило за кулисами и кто хотел залезть в карман организаторов? Смотрите в репортаже Виолетты Тельмановой. Лим Бискет качал публику так же смело, как и в девяностые. Несмотря на то, что музыканты вышли на сцену на час позже, фанаты были без ума от счастья. В зале стоял настоящий шум не только от мощной музыки, но и от публики, которая выкрикивала слова песен наизусть. До начала шоу творился настоящий хаос. Сейчас 7 часов вечера, должны были запускать уже народ, но просто-напросто организаторы не готовы это сделать, потому что они до сих пор не настроили окончательно звук, до сих пор не было саундчека, а через час концерт. Образовалась толпа, где невозможно было даже пошевелиться. Мировое турне «Мани Сакс», которое объехало 19 городов России, закончилось на Алматы. Кстати, концерт в Новосибирске был отменен из-за конфликтов между организаторами. Казахстан мог повторить эту историю. Наши партнеры связались с прослойкой не самой добросовестной, ответственной, порядочной, которая пыталась использовать их деньги для того, чтобы закрыть свои дыры. И ребята чуть не попали в ситуацию под отмену концерта. Тем не менее, шоу состоялось, но организатор действительно не справился с таким масштабным событием. Мы не потянули организацию, то есть мы взялись за то, что в итоге не вытянули. Возникли сложности в ряде моментов, ну там, неготовности охранного агентства к такому количеству людей, к неготовности на 100% билетных операторов. Музыканты возили с собой целый самолет аппаратуры. Из-за погодных условий до Казахстана музыкальная техника просто не доехала. В последний момент решались вопросы со звуком. Ну а пока все настраивали, зритель ждал. Я на самом деле с 8 лет жду, то есть мне сейчас 21, я 13 лет вот жду «Лимбискета» и очень рад тому, что концерт наконец-таки привезли к нам. Но вот организация крайне подкачала, скажем так. Должен был попасть на meet and greet с Фредом Дёрстом, но что-то не случилось. Мы очень-очень хотим увидеть Манни Сакс. Им можно все простить, просто ждем ребят. Уже тому, что приехал Фред Дёрст со своей командой, все были безумно рады. Но мораль здесь другая. Для столь громких опен-эйров и подготовка нужна соответствующая. Виолетта Тельманова, Рызбая Кыш, Никита Хасанов. Новости ревью.